Друзья, мы приехали в Рузу на спортивную базу тяжелой атлетики, где проходит свою подготовку юношеская сборная до 17 лет. Узнаем, как настроение у ребят и все ли получается в подготовке к предстоящей спартакиаде, которая пройдет в этом году в поселке Цуко. Именно в этом зале проходят тренировки наших юношей и девушек сборной России. Пока этот зал пуст, но уже через несколько минут здесь начнется тренировка, на которой у нас с вами будет возможность побывать. Мы пообщаемся с ребятами и с тренерами и узнаем, как же готова наша сборная к предстоящей спартакиаде. Настрой, в принципе, у сборной-то как? Настроение ни у кого не упадническое. И нет даже вообще такого нету, что вот мы там не участвуем, зачем нам ехать на сборы, а зачем нам тренироваться, да мы же вот там не будем участвовать. Такого вообще нет. Вот если вы спросите его хоть у одного. Сейчас мы спросим. Да, спросите обязательно. Движение идет, лидеры меняются, лидеры переходят в следующие категории. Нам это интересно, им интересно, тренерам их к ним интересно. То есть работа идет в полном ходу. Мы готовим смену дальше. Так проходит. Тяжелая работа. Как настроение, ощущение, над чем работаете. Стараемся и пашем, готовимся, как морально, так и физически. Очень хорошо все. Позитивный отстрой на победу. Готовлюсь хорошо. Все хорошо проходит на сборах. Все цели, которые ставятся, задачи, которые ставятся, все выполняется. Все хорошо готовимся. С учебой удается совмещать? Нет там у вас задолженностей? Задолженностей нету. Школу закончили на 5 и 4. Прогресс есть, конечно. Работали. Хорошие результаты. Нарабатываем физику, технику, чтобы выступить на Спартакеаде достойно и показать, что мы умеем. Твоя оценка. Мы виделись на первенстве. Была победа. Прошло несколько месяцев. Результаты улучшены, но не так, как хотелось бы. Не сказать, что прям сильно прибавил. Еще работа идет и идет. Поставлена задача набрать больше 320. Пока сумма не превышает 310. Но работаем над этим. Ты говорила про Олимпиаду. Да. Цель выиграть Олимпиаду. Через сколько лет примерно? Какая будет? В каком году? Не знаю. Все готовятся на Спартакеаду школьников, которая будет от 26 по 31 августа. И судя по вчерашней тренировке, ну, все подошли к тем результатам. Не больше, но все подошли к тем результатам, которые они показывали на контрольной тренировке, которая у нас была в июне месяце. То есть мы вот за эти дни еще постараемся потренироваться и постараемся, чтобы они еще добавили к своим лучшим результатам. Вот наша задача вот такая, чтобы вывести их, чтобы они на финале Спартакеады показали все свое лучшее. Задача поставлена. Они вчера все старались. Я надеюсь, я сам буду участвовать. Спартакеад буду помогать выводить. Потому что мы своих не бросаем. Постараемся, чтобы все удачно выступили. Ну и продолжаем вести ротацию. То есть смотрим других ребят. Я правильно понял, что ребята все перешли из своих весовых категорий в другие? Практически, практически. Я так понимаю, что со сменой весовой категории происходит и смена соперниц. Не страшно делать шаг туда дальше? Нет. Самое главное у нас соперница – это штанга, конечно. А там уже как и пойдет. По твою весовую добавился еще Белеев. Не страшно? Нет, не страшно. Ну, я тоже тренируюсь, прибавляю. Ну, ухожу дальше от него. Соперник хоть будет. С кем бороться можно будет. Вот у меня сильный соперник в первое место. Стремлюсь к его же результату. На «Спартаке» я хочу выполнить мастера спорта. Сторый лог, 125 толчок. Соперников много. Прежде всего, соперник – это штанга. А соперники мои – Шашев Рустам и Майрам Касабиев. Мы будем с ними бороться, стараться. В принципе, мы сейчас на равных все идем. По мост покажет, кто сильнейший. Очень интересно. Привет ребятам. Привет, Илья. Огромный привет передаю им. С кем будешь биться? Ну, я не знаю. Соперница – это моя штанга и установитель рекорд. Так, а о каком рекорде говорим? О сумме. Ну, уже можно назвать какие-то цифры ориентировочные. Нет. Секрет? Кто соперники? Ну, наверное, их нет, да, я так понимаю? Только рекорды. Рекорды – мой соперник. По числам все на Спартакеаде. По мост покажет. Что говорите, загадывать не будем. Сток, ближайшие конкурентки. Штанга. Штанга – мой конкурент. Так, вот по сторонам не смотришь, я понял. Ну, да. Твои соперники здесь на помосте. Ну, я думаю, скорее всего, конкуренцию мне составит под Жорами. Это только в абсолютке. Как бы, это вот такая третья второцептивная цель – выиграть абсолютку. Но я за абсолюткой не гонюсь. Просто личные рекорды надо снять все. Цель Спартакеады будет не занять место, скорее, на самой Спартакеаде, а больше цель на Европе. То есть результаты Спартакеады будут моего года сравниваться с Европой. И моя вот цель – зайти в тройку хотя бы и занять место на Европе. У меня соперников много. Там и Трошин, Артем, Роман, Макеев, Кази. Ну, самый главный соперник – это, конечно, Штанга. И я сам. Надо самого себя перебороть. Перешел в 89-ю категорию. Кто там соперники у тебя сейчас будут на помосте? Трошин, Артем, Соловецкий, Никита. Скорее всего, еще Красаков. В тройку будет очень сложно попасть. Я хочу выиграть Красакова. Ну, поставил цель его выиграть. Вот конкретно задача. Красакову привет. Вот как мотивация? Вроде рекордсменка уже, а ты продолжаешь работать. Прежде всего, ну, для своего развития тонируюсь. Вот, потому что мне это нравится. Хочется в будущем еще больше поднимать. Другие рекорды там. Ну, кого бы ты мог отметить, кто тебе тут в России на пятки наступает? Или вообще пока нет никакой? Нет, пока нет. Ну, уже подходит. Ну, есть близко. Он переходит в 20-летнюю сборную, поэтому у нас другие цели, задачи, чтобы… Именно результат. Не то, что там выиграть, не выиграть. Нам нужна хорошая сумма. Вот и все. Ну, как бы это важно для нас. Как настрой перед «Спартакеадой»? Ну, что для тебя этот старт вообще означает? Это отбор. Это, во-первых, показать, насколько ты продуктивно поработал на сборе. То есть ты представляешь тренера, который тебя тренировал. И подставить его никак нельзя. А для меня это доказать себе, что ты не только там можешь на местных соревнованиях, на окружающих выиграть. Выиграл Россию, выиграю «Спартакеаду». Сейчас будет «Спартакеада», там, показать свои личные рекорды. Может, рекорд России установить. Вот, там как получится. Помост покажет. Да, это ваша любимая фраза. Я знаю, она такая, как это, мантра называется такая. Ну, действительно так. Вообще хотелось бы выиграть. Вот, но там достаточно много соперников, поэтому я буду очень стараться. Она будет выступать достаточно с маленьким весом, а она, собственно, вес ее 64 900. В связи с тем, что у нас от области, чтобы прошло как можно больше спортсменов, Даша в 64 посильнее спортсменка, и мы ее двинули в 71, потому что в 64 у нас будет выступать, ну, лапина на талии. И, как бы, для Даши это еще, как бы, дополнительная трудность, потому что они и весят побольше. Да. Очень интересно, заинтриговали. Да. Да, мы сами не знали, что мы пойдем в такую ситуацию. Всем интереснее спорт. Это есть спорт. Как так случилось, что тяжелая атлетика стала частью жизни, а не, например, повар-кондитер? Позвала одноклассница, мне захотелось попробовать, и все, понравилось, вошла в курс. Приехал тренер, познакомились, он жил рядом со мной, и я решила попробовать. Родители не были против, тоже, ну, давай попробуем, и все. Я вошла в тяжелую атлетику, мне очень понравилось, я прям, вначале мне аж, я хочу на тренировку, прям, я не могу, я сидеть на месте не могла, и вот, дайте мне тренировку, и все. Да, жесткие тренеры. Тренеры хорошие, коллектив, добожеватель. Я вот хочу добавить, у нас тоже некоторые говорят, ну, вот у вас были ребята, и что они, и где они там? Я говорю, ну, мы с ними, с некоторыми работаем полтора года, там, два года. Мы же не отвечаем за работу ребят, которые уходят от нас и дома работают. У нас они все работают, они у нас все растут, мы не можем гарантировать, что ребята, которые от нас ушли, они должны быть все там во взрослой сборной, там дальше, как с ними будут дома работать, как будут в юниорах работать, как они перейдут в это, вот, я думаю, будут у нас. Во всех сборных есть наши ребята, вижу, в основном составе, и эти пятый год тоже не потеряются, так что и смена им хорошая растет, работают, работают в этом плане, конечно. Нет ревности передавать. Очень, очень. Столько вложено. Я бы, знаете как, я бы, как у футболистов, вот набрал, да, на второй год был, я бы с ними переходил в юниорскую сборную, в молодежную сборную, туда в основной состав. Ну, не главным тренером, ну, помощником главным, с этим составом. А пусть другой тренер набирает малышей снова и дальше готовит, дальше вот так. Вот тогда можно, как говорится, это самое. А так все, обидно, конечно, хорошие ребята это, а из этих малышей надо вырастить их. Давайте инициируем, федерация нас услышит, как, мол, новшество, нововведение, подумаем об этом, я думаю. Все, задача всех тренеров, и старшего тренера, и нас тренеру всех, вот, сохранить этот контингент, чтобы он никуда, как бы, не пропал, и в возрастном спорте, чтобы мы их все увидели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цель выиграть, протокеально. Также есть соперник, с которым будет очень хорошая, скажу, борьба. Это Никита Соловецкий. В первенстве России, там я стал третий, проиграл 5 килограмм, вот, Никите Соловецкий. Там я поднял 124-160, толчок выиграл, по сумме стал третий. А, я понял, ты реванш наметил себе, да, хочешь отвоевать уже. Следишь за международной повесткой? Да, смотрю все протоколы, соревнования иногда, если есть, показывают. За всем слежу в противниках, замечаю их и ставлю на цель победить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Влияет все-таки, да, не участие международного как-то, психологически? Вроде молодые все, не должно, или это как-то все? Просто, конечно, как говорится, лучше бы, ну, конечно. И международный старт, он и есть международный старт. Конечно, приятнее участвовать и вставать на пьедестал почета, когда ты на первенстве мира или там на первенстве Европы, когда тебе одевают медаль этого. Плюс, опять же, конкурентноспособность проверяется, именно помост проверяет именно там, там весь мир, там все сильнейшие. Мы стараемся говорить так, что, ну, сегодня мы не можем, завтра мы будем участвовать. Ничего, мы будем еще сильнее, нам надо еще больше тренироваться. Ну, мы как стараемся делать? Мы стараемся заниматься практически каждый день, каждый день. Я думаю, все страны, кто сейчас там наверху, там Китай, Армения, это Азербайджан и так далее, Колумбия, они так же сами делают, так же сами делают. Каждый день двойные тренировки, каждый день двойные тренировки. Ну, это не значит, что там, да, максимум, понятно, да? Мы делаем, допустим, классические упражнения 80% в понедельник, в среду 8-5, 90% в пятницу. Нам надо еще сильнее готовиться, и мы должны, когда нас пустят, когда мы будем участвовать в соревнованиях, мы должны, как раньше в Советском Союзе, мы были сильнее всех, и нам, в принципе, нам все равно было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА